Полгода назад в Лабытнанге началась прививочная кампания. Тогда, в декабре 2020-го, первая партия вакцины, 40 доз, была введена медикам. Тем, кто оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Сегодня защитить себя от инфекции могут все желающие. Врачи городской больницы стремятся сделать прививочный процесс для горожан максимально удобным. Репортаж Ирины Волокитиной. Лучшие средства от заразных болезней – это прививки. Особенно это актуально, когда речь идет о коронавирусе. Стремясь защитить горожан от инфекции, врачи Лабытнанской больницы оборудовали пять специализированных кабинетов. Создали вакцинальные бригады. В составе каждой – врач и две медсестры. Одна вместе с доктором ведет прием пациентов, другая делает прививки. Обращу ваше внимание, все врачи, медицинские сестры, медицинские сестры прививочные обучены. Они имеют подтвержденный сертификат на работу по вакцинации. То есть они очень грамотные. Хорошие специалисты – основа успеха. Но необходимо еще и правильно организовать весь прививочный процесс. Для удобства пациентов даже предварительную запись сделали необязательной. Действительно, сейчас очень удобно сделали. Во-первых, и в спортивном комплексе, полярный, по-моему, сейчас делают прививки. И здесь очереди практически нету. Пришел, тебе врач осмотрел, и сразу, пожалуйста, прививки. Ну, какие бы желания. Такая ситуация в стране, конечно, чтобы все привились, хотелось бы. А сам процесс, на ваш взгляд, насколько хорошо организован? Ну, все было организовано, хорошо. Все нормально. Все устраивает. Я даже не вникала в это. Я думаю, что люди, кто хотят, тот делают. Лучше без записи, чтобы люди шли, как конвейером, грубо говоря. Да, так. По записи это очень сложно. А сейчас я записался на эту прививку, но пока очередь не подошла. Единственное замечание для самого себя – пореже быть в поликлинике, посещать поликлинику. С чем это связано? Чтобы было здоровье, чтобы следить за своим здоровьем. Все хорошо. За нами стариками следят, наблюдают. Пациенты 60 плюс – самые активные участники вакцинации. Всего же полностью привились 3000 человек. Но врачи говорят, их количество могло быть больше. Мы пытаемся создать все возможности. К сожалению, вот это антипрививочное лобби в нашей стране очень сильное. Даже не смущает, что в Российской Федерации переболели коронавирусом 5 миллионов человек. Даже не смущает цифры смертности, которые каждый день говорят по стационарам. Ничего. Вот это наша авось пронесет. Не пронесет. Вот просто не пронесет. А коллективный иммунитет – только 60%. Нужно понимать, что сейчас заболеваемость упала. И, соответственно, практически все переболевшие тоже должны будут привиться. Все четко прописано. Каких людей мы можем не допустить до прививок. То есть, прежде всего, это возраст младше 18 лет. Это период беременности, период лактации. Это аллергические реакции на какие-либо компоненты этих вакцин. Но здесь сложно, потому что мы делаем все это впервые. С осторожностью. С осторожностью у пациентов, которые стоят на учете у онколога. И, в идеале, мы их допускаем, но только с консультацией онколога, если прям такое желание есть у пациента привиться. И, конечно же, обострение хронических заболеваний. Прививки против коронавируса в Лабетнанге стали делать полгода назад. Темпы вакцинации позволили городу войти в число лидеров округа. Ирина Волокитина, Сергей Антропов. Программа «Время местное».